Быть не таким, как все. Насколько же до дыр затерта эта фраза, что уже всерьез, мне кажется, ее никто и произнести не может. То есть, разве что в каком-то издевательском смысле, и как раз называть кого-то не таким, как все, можно тоже, разве что в саркастическом ключе, пытаясь его поддеть. Но если обращать внимание не только на выпендреж, то обнаруживаются примеры, что все-таки какое-то различие есть. Например, очень многие люди не общаются почти ни с кем там, вот в своем городе, допустим, но активно сидят в интернете, или читают книжки, или какие-нибудь статьи. То есть, находят себе единомышленников в интернете, и виртуальное общение, даже одностороннее с ними, им кажется лучше, чем вот общение с теми, кто их окружает. И тех людей за экраном они ощущают своими единомышленниками, а тех, кто рядом, нет. И это совершенно не прохиканство. Очень многие с подобным обращаются ко мне, и я безумно часто слышу фразу, что в моем городе вот нет таких чуваков, типа, где ты нашел своих друзей? А я их, честно говоря, ну, просто нашел, даже никогда не задумывался. И сегодня я в своем классическом формате вольного сумбурного пиздежа поразмышляю над самым прикладным значением фразы «не такой, как все». Здрасте, вы на канале Сейна. Кто записывает ролики с первого раза, тот лох. Как понимаете, это не я, и, кстати, это не рекламная интеграция. Представьте себе, в мире блогеров и такое бывает. Этот фрагмент нужен для того, чтобы закинуть вам две интересные мыслишки. Во-первых, можно получить халявные билеты на концерт группы Палк. Да, те самые, которые «Тараканы» и еще много замечательных песен. Собственно, они выступают в трех городах. Возможно, один из них ваш или вам просто до него близко. Так вот, можете на халяву выиграть замечательные билетики и услышать все эти песни вживую. Переходите по ссылочке в описании. Это номер уно. А номер дос меня постоянно спрашивают по совету это, по совету и то, что ты думаешь про эту группу, что ты думаешь про ту группу. А ты вот этих слышал, а ты вот тех. У меня буквально все этим завалено. Так вот, уже, наверное, года два существует мой закрытый паблик. Туда попадают штуки от самоучителя, как писать стихи Маяковского, до какого-то лайв-видео Red Hot Chili Peppers. Типа того. То есть все интересные штуки, которые я нахожу, они так или иначе там оказываются. И представляете, какой архив там за два года регулярного постинга уже накопился. Собственно, попасть туда можно через Patreon. Бояться его не стоит. Есть подробная инструкция в описании, как это делать. И затевалось это все именно ради того, чтобы мой канал могли поддерживать не за просто так. И, собственно, всем, кто сейчас это делает, низкий поклон просто в пол. Именно благодаря вам я живу и могу выпускать видосы без интеграции. И в какой вообще момент можно зафиксировать это отделение от общей массы? Ну, примерно тогда же, когда этим начинают наиболее увлекаться. В пубертате. То есть вот как раз в 14-15 лет. И помимо того, что это модно и классно, и, ну, все хотят быть не такими, как все, как-то выделяться. У нас там в большинстве художественных произведений главный герой это избранный. И в детских тоже самое. Там взять хоть Наруто, хоть Короля Льва, хоть вообще любое. Везде вот какие-то избранные и особенные. И мы себя вот такими же мыслям. Но именно в прикладном смысле, почему это происходит тогда, потому что вообще вот сама по себе жизнь мне представляется как одно сплошное меню. Тебе постоянно предлагаются разные варианты, что делать. Будучи детьми, все более-менее нулевые. Но дальше эти варианты предлагаются родителями. Они там выбирают тебе школы, детские сады. Ты в них ходишь и видишь потихоньку, чем занимаются, в принципе, люди. Там родители твоих одноклассников и так далее. К моменту девятого класса у тебя уже есть выбор там пойти в школу или куда-то специализироваться. В какую-нибудь там шарагу, ПТУ, училище. У кого-то подготовительные курсы и так далее. А при этом все это время вы занимаетесь в разных кружках. Ну и, в принципе, вы же не только на жопе сидите. Да, некоторые сидят, но так или иначе, кроме школы, все чем-то занимаются. И это все выбор, который определяет. И вот, по-моему, в случае с детьми, мало кто принимает эти решения как-то осознанно. Это больше такой рандом, что вот кто-то на балет, кто-то на карате. Но, опять же, мотивация для этого карате чаще всего это фильм «Карате пацан», условно. Да, то есть это не что-то врожденно заложенное. Это именно какой-то вот такой рандом, который тебя куда-то направил. В тему этого слышала недавно мысль у Аси Казанцевой, замечательного научного журналиста, что то, будем ли мы физиками или лириками, гуманитариями или технарями, определяет во многом то, как нам повезло с учителями. То есть понятно, что физиологически это как-то никак не обусловленные там с точки зрения строения мозга и тела технарии и гуманитарии идентичны, но тут даже не то, что какая-то общая предрасположенность, да, может какая-нибудь наследственность или типа того. Нет, буквально, кому-то просто повезло с учителем математики, он в нее вовремя воткнулся, у него сложился стереотип, что у меня получается алгебра, и так дальше и продолжил. И, возможно, несет с собой вот там всю свою жизнь, то есть в, там, возможно, десятки раз больше промежуток, чем был его вот промежуток взаимодействия с этим учителем. Ну и то же самое с гуманитариями, там какая-нибудь самая классная Алла Ивановна литературу преподавала, и решил человек, что литература это вот теперь самое главное в его жизни. И там я, возможно, видеоблогер, потому что в свои школьные годы я пялился на видеоблогеров, и вот, понимаете, до сих пор воплощаю вот свои вот эти вот детские мечты. И здесь как раз-таки начинается отделение, и сейчас я поясню, как я себе, в общем, это представляю. Мне представляется, что, в общем, если представим, что мы в наш реальный мир запустили Сима, да, из Симса, у которого есть такой авторежим, в котором мы можем его отпустить, и он сам будет выполнять какие-то действия, то жизнь в России, например, да, ну и, в принципе, мне кажется, в большинстве других стран, да во всех, можно пройти на вот таком авторежиме. То есть, если ты сам не будешь принимать никаких решений, ничего искать, то рано или поздно тебе все придет. То есть, ну, если не брать какие-то там уникальные случаи, а просто если человек родился в какой-нибудь среднестатистической семье, там, в таком же среднестатистическом городе, ему в какой-то момент предложат вуз какой-нибудь, потому что он может, например, даже прийти к нему в школу, там, раздавать, приглашать на вступительные, а если не так, увидеть где-то рекламу, после вуза его там вот куда-то пристроят на работу, дальше ему предложат выгодную ипотеку, у него каким-то образом там появится какая-нибудь женщина, а раз женщина, родственники уже посоветуют детей сделать, ему посоветуют машину, ну и так далее. И как раз-таки, мне кажется, от этого ощущения отталкивается весь контент про вот эту вот массовую зомбированность, да, уклад жизни, родился, потерпел, умер, и вот все вот в этом смысле, как раз-таки от того и берется, что существует как бы автоалгоритм прохождения жизни, общая колея, по которой в любом случае пойдут там вот, ну, скорее всего, 90% ваших одноклассников, если вы не в какой-то там уникальной школе учитесь, даже у меня, то есть, понимаете, опять же, я это говорю не с точки зрения суперпожившего человека, а с точки зрения парня, которому 21 год, он вот так просто оглядывается по жизни, пытается осмыслять и откровенно охуевает. Я вот думал, что со своими ровесниками, вот я много школ сменил, но так или иначе, мы все росли на одних произведениях культуры, и все там слышали и те же песни про то, как надо быть не таким, как все, и те же фильмы смотрели, но тем не менее, все равно большинство, где родились, там и пригодились, там у кого-то уже дети, кто-то уже женился, мне казалось, что это все приколы для каких-то других людей, как выяснилось, нет, это просто я вот такой пезнутый, и мне вот не хочется ни жениться, ни детей, ни в храм ходить, ни на парад, ни в армию и так далее, вот длинный список таких базовых штук, которые я не понимаю, я думал, это вот какие-нибудь там вот наши отцы будут делать, пока мы не подрастем и не скажем, типа, это же херня какая-то, нет, ну серьезно, а оказалось, нет, оказалось, там половина вырастет и начнет делать ровно то же самое, но я это вообще все к чему? К тому, что обычно, вот по обычной логике этих высказываний, про не таких, как все, нужно дальше заявить, что все это биомусор, а значит, я и еще вот там моя кучка ебнутых, которые, допустим, на меня подписаны и со мной общаются, это вот самые золотые люди, но на самом деле нет. Я вот занимаюсь уже довольно долго вот такой вот странной творческой профессией, которая, казалось бы, является наебом системы, ну потому что я как бы работаю, в смысле, совершаю регулярно там одинаковые действия, трачу силы, но, понимаете, я делаю довольно странную херь, какие-то вот видосы на YouTube, часть из которых можно назвать познавательными, но в основном-то это, ну, просто я пизжу, да? И планировалось это мной, безусловно, как наеб-система, чтобы вот не ходить на обычную работу, но это сложный пиздец, я вот похожие вещи говорил в ролике про Ларина, можете посмотреть, там я более подробно это разбираю, но суть в том, что это безумно проблемное, и именно там в очередной раз, там в пятый раз переделывая интеграцию, понимая, что ты себе из-за этого, мало того, что просрал уже кучу времени, там отменил несколько встреч с друзьями, жизнь не пожил, у тебя из-за этого там похерилась еще и учеба, и при этом у тебя из-за того, что рекламодатель вносил правки, там херилась статистика, и вот, короче, на тебя бывает одновременно наваливаются куча проблем, которые у тебя исключительно из-за того, что ты такой вот весь самозанятый, в этот момент ты думаешь, блядь, да может лучше в бершке футболки складывать, ты вот зато из этой бершки вернешься, и никто вообще мозги не ебет, закончил по графику складывать футболки, все, отъебались все, и в этом, как бы, кайф жизни в этом потоке, но важная вещь, которую вот я, опять же, с возрастом уяснил, интересные люди не обязательно занимаются интересными делами, потому что на занятии интересными делами, оно вот само по себе, оно подразумевает геморрой, и я абсолютно понимаю людей, которые выбирают с этим геморроем не сталкиваться. И вот, казалось бы, человек пришел в комфорт и остановился, звучит ровно как продался, растолстел и стал другим, да, это как будто бы подразумевает под собой что-то плохое, но, опять же, это вот из разве что подростковых пабликов может быть такое, потому что в действительности, ну, только какие-нибудь совсем психи могут жить в постоянной борьбе. В действительности, даже если вы именно внутри не согласны с кучей вещей, вот, с которым согласно общество вокруг вас, то вы не будете это каждую секунду жизни демонстрировать и навязывать. Ну, это реально нужно быть совсем ебанутым, чтобы каждый день об одном и том же спорить с одними и теми же людьми, то есть легче уже там либо от них уехать, либо заткнуться, либо... Ну, то есть есть самые разные способы, начиная от позорной там внутренней миграции, заканчивая истреблением, блядь, человечества, ну, короче, что угодно легче, чем просто сидеть и постоянно с этим бороться. Притом в тему интересных людей, если вот у вас создается впечатление, что какой-то человек действительно интересный, наполненный, вот он вам по духу подходит, но он там, ну, типа, работает в какой-то компании на обычной работе, казалось бы, всю жизнь делает какие-то обычные дела. Возможно, познакомившись с ним поближе, вы узнаете факты из его биографии, вот его какие-то жизненные решения, которые были ровно такие же, выходящие из общей колеи, то есть вот если представить, что идет одна вот такая сплошная колбаса, по которой идут все, а есть вот дорога-дублер, да, нужно вот свернуть и поехать по пересеченке самостоятельно, возможно, он совершал это движение до этого, и просто сейчас он пришел к какому-то удобному, комфортному состоянию. Интересный вопрос здесь в том, что не таких, как все, именно вот в какой-то момент отделившихся от общей массы, их довольно много. Например, я вот в свое время думал, что я один, кому не нравится парад на Красной площади, да, который считает, что это не имеет ничего общего с празднованием 9 мая, и так неправильно, это вообще какая-то просто бахвальство этим милитаризмом, выставление его вперед, мне вообще такое супер не нравится, я думал, что это уникальная моя позиция, и как раз, когда я еще не был блогером, думал, что буду про это ролики снимать. В итоге я уже в качестве блогера не записываю ролики про это и не пишу про это посты, потому что сам вижу ровно такие же вот, я считаю, с моими же мыслями на этот счет. И также вот по каждым маленьким аспектам есть уже другие люди, которые думают так же, как вы, потому что они также на это взглянули и переосмыслили. И я в данном случае привел примеры как бы из разных категорий, потому что одно это твои личные жизненные решения, другое это воззрение, по сути, мнение просто о каких-то социальных вещах, но они, как правило, идут рука об руку. И хочется вам закинуть вот следующую мыслишку. Представим, что есть человек в каком-то небольшом городе в России или там в какой-то не очень богатой стране, да, и он вот видит перед собой эту клею обычной жизни, то есть условно там пойти на какой-то завод или на какую-то госслужбу или на какую-то еще, в общем, работу, которая ему категорически не нравится, и это в свою очередь заготовит ему вот жизнь, которая ему дальше не нравится, потому что, ну, в довольно большом количестве случаев там люди в маленьких городах могут с большой точностью увидеть, что их дальше ожидает, потому что этот вот жизненный цикл, он раз за разом идентично повторяется, прям очень похоже. Он решает, что ему точно это все не подходит, становится, собственно, такой белой вороной, натурально не таким, как все, и вкладывает все свои усилия в то, чтобы из этого города уехать. И вот как раз тут он делает просто каждое свое движение против того, что нормально и принято. Он сталкивается с этим среди своих друзей, среди семьи, в паспортных столах, вообще там во всяких собеседованиях, совещаниях. В той стране он тоже такая же белая ворона, потому что он иностранец. Это вот все в каждом из этих этапов. Он белая ворона и не такой, как все, но он движется к своей цели. И достигнув ее, вот там выучив язык, ассимилировавшись более-менее, он, по сути, встраивается в колею такую же, но в другом месте. То есть этот человек не хотел быть именно в своей колее, но в общем в колее ему быть нормально. И как бы в этом, мне кажется, состоит основной абсурд фразы, не такой, как все, и, собственно, поэтому она использована как именно нарицательная, потому что их дофига на самом деле. То есть любые люди, которые там хотят отделиться от общей массы, они в итоге от общей-то отделяются, но чтобы прийти в какую-то свою, гораздо меньшую, но зато для них комфортную. И в этом, собственно, суть. И отражение как будто того же самого мы видим в сегментизации интернета. В этом году все обсуждают, что Оскар смотрит гораздо меньше. Мол, все, Оскар типа потерял свою значимость, но, по-моему, секрет в том, что благодаря интернету стало понятно, что это такое. А это выбор конкретной киноакадемии. Если вы посмотрите на выбор на любом вот другом фестивале, да, таком же киношном, высоколобом, то там выбор вас, возможно, тоже не особо обрадует. И вы этих фильмов там, скорее всего, не будете вообще знать, этих режиссеров, и тем более не будете догадываться, какая там логика у всех вот этих вот людей, принимающих решения. И современность стирает половину смысла, по сути, фразы, вот, которые мы обсуждаем, про не таких, как все, потому что это имеет смысл, когда ты зафиксирован в какой-то своей группе. И у тебя нету такого глобального взгляда на вообще всех людей, такого, по сути, каталога в интернете, который у нас есть сейчас. Потому что вот как раз-таки эта история с парадом, она ярко демонстрирует, что, условно, в моих химках, возможно, я действительно один такой был. Но стоило взглянуть на это более глобально, увидеть, как бы, весь набор мнений, которые существуют, так сразу оказалось, что группки большие. И в итоге те, кто был не таким, как все, у себя, прибиваются к группке тех, кто с ним согласен, и в ней он уже, как бы, часть массы. И, ну, как бы, не общей массы, да? Какой-то небольшой группы по интересам согласной. Но, понимаете, сам смысл фразы, он потерялся. А даже те, кто при вот такой сегментизации и возможности выбирать себе окружение по взглядам и убеждениям остались как бы в общей массе какой-то, их называют одним словом, которое наверняка вам известно. Нормис. То есть, так обычно называют людей, которые, вот позиция которых по каким-то вещам, она настолько среднестатистическая, что слушать противно, что это настолько стандартное мнение, что как будто мнения там и нет. И вот человек там похожим образом складывает свою жизнь. А на самом деле ему просто неинтересно то, что интересно вам. То есть, в этом, по-моему, ключ именно к пониманию, как люди могут там вот думать о том-то вопросе таким-то образом. А они о нем и не думали. Это вот каким-то образом окружающая реальность до них доебалась, так что они там неудачно что-то в интернете написали или с этим столкнулись каким-то образом. Но ведь, как правило, именно вот такие нормис мнения, они все одинаковые. Как и высказывания там большинства консерваторов по разным поводам в разных странах мира, они тоже безумно похожи. Потому что, как бы, те, кто, вот если представить консерваторов и реформаторов, то реформаторы, это, как правило, люди, которые очень прошарились в вопросе, чтобы составить, как бы, свое предложение изменений, что им не нравится. Они вот над этим долго подумали. А реформаторы даже не думали над этим, потому что, как бы, а зачем? Оно же нормас. У него же, типа, все окей, работает, все же гуд. В чем проблема? И, по сути, это каждый раз столкновение тех, кому лень что-то менять, и у кого нет сил это больше терпеть. Вот. И в итоге, как бы, побеждает то, чего больше. Лени и удобства, комфортности, да, или же, наоборот, дискомфорт. То есть, вот, что сил терпеть нет. И понятно, что на стороне, на которой лень могут стоять, зачастую, люди просто со своими интересами и транслировать эту позицию из, вообще, других причин. Но, как бы, причиной-то такой позиции общей является именно такая, в общем, лень и непластичность сознания. Притом, ну, во многих вопросах даже самые такие вот новомодные, современные люди, во многих вопросах, они довольно консервативны. Просто нужно найти в каких? А это те самые вопросы, в которых они никак не прошарены. Собственно, поэтому во множестве стран так сильны популисты, притом даже в самых развитых, потому что они как раз рассчитывают на людей, которые сами по себе политикой не интересовались, но их вот в последнее время что-то заебло, какая-то такая ощутимая вещь, как, например, там, конкретный налог на что-то. Или вот какая-нибудь еще вот идея, которая ходит по устам, популярна в народе. И притом, опять же, это всегда одинаковые идеи, как, например, там что-то выгнать всех мигрантов, запретить бизнесу там на чем-то наживаться, еще запретить продажу там кучи вредных продуктов, а то, что запрещено еще как-нибудь пожестче запретить. И можете дальше в комментах вспомнить вот такие типичные популистские лозунги, которые оттуда и оттуда вылетают. Они как раз направлены на людей, которые политикой не интересовались. Но вот именно такой лозунг, он вызовет у них впечатление, что вот, блин, он на самом деле понимает, что мне надо. Остальные предлагают какие-то длинные, непонятные предложения. Каждый, кто хаяет мир, подозрительно, грамотно говорит. Вот. А это понятные вещи. Ну и идут голосовать. И если вы осилили мою тонну пиздежа до этого момента, возможно, в вашей голове все это время держится вопрос. Но, Миша, а что? Ведь большинство людей тупые. Ты что, не знал? Есть даже статистика про то, что там тупые 95% или 80% или какие-то еще вот эти проценты из головы. Ты знал, что, ну, они тупые просто. Что там их обсуждать, уважать, думать, ля-ля-ля? Они тупые в первую очередь. Ну, вообще, может и да. Даже скорее посерьезки, да? Но вы вот уверены, что вы по обратную сторону? Я вот, знаете, например, в этом месяце пытался купить кроссовки и два раза купил не тот размер. Притом, во второй раз я их даже померил и понял, что это не тот через три дня. Я вот не могу себя с полной уверенностью отнести к группе не тупых. И даже если мы возьмем какого-нибудь объективно тупого человека, да, вот рассудим его по поступку, что, допустим, он там условно в деревне нахерачился самогоном, сел за руль, там въебался в столб, в столб упал на дом, и вот он, собственно, разломал дом какой-нибудь там примерной хорошей деревенской семьи, да? Ну, долбоеб долбоебом, действительно, тупой человек. Но виноват ли он в том, что он такой тупой? Вопрос прям серьезно философский, потому что, ну, он ведь не выбирал там родиться, не выбирал своих родителей, свою школу и так далее. Вот как раз-таки весь этот набор рандома сложил его вот таким тупым. Это не то, что... То есть осознанным действием было сесть за руль, да, в бухом виде, и за это он понесет наказание, как бы это рассматривает закон. Но он ведь до этого совершал огромное количество тупейших действий, которые под рамки закона никак не попадают. Он также строил свою жизнь, косвенно влиял на жизни других вот такой же вот своей тупостью. Но виноват ли он в ней? Мог ли он ее избежать? То есть действительно ли вы заслужили то, что вы вот каким-то образом лучше него, потому что условно родились в месте, где был более развит, допустим, интернет? И заканчивая историю с аллегорией, вот с этим вот долбоебом, условно в деревне таких было 10. И на месте конкретно этого мог оказаться любой из 10. Но после случая с первым другие призадумались и конкретно бухую езду приостановили. И, собственно, их долбоебизм, он как бы не фиксируется, да? Другие долбоебы могли затаиться и тем самым утаиться от правосудия. А может, их даже не всех долбоебами считают. Ну, понятно, что это выдуманный пример, но я думаю, вы можете приложить это на собственную жизнь. Это вот довольно частая ситуация. В этом, как бы, для этого и придумали презумпцию невиновности. И мне кажется, это именно такое здравое отношение к людям. Потому что, когда ты относишься к ним как к биомассе, тебе в первую очередь самому становится очень херово жить. Потому что это плавно толкает тебя к тому, что жизнь нужно как-то... Ну, нужно либо из этого общества сбегать, либо нужно вообще из жизни сбегать. Это, понимаете, само по себе как бы создает у тебя тупики в сознании. Поэтому я считаю, что это довольно-таки херово. А вот мысль, я хочу быть другим человеком, там, условно, другого порядка и так далее, она, наоборот, довольно-таки продуктивна. То есть, если вы рассматриваете это как отрицательный пример, но именно для своего направления движения, то это очень многое меняет. И это не месседж из разряда «Начни с себя». Это месседж из разряда «Долбоебов такое количество», что вы уже в любом случае ничего с этим не сделаете. Поэтому либо работайте на себя, либо на ограниченную группу тех, до кого можете дотянуться. По крайней мере, я делаю именно так. И эта история никаким образом неразрешима, потому что так можно жить, и это все еще удобно. То есть, понимаете, человек, которому похуй глубоко на то, как именно, допустим, готовится еда, он отлично может ходить в рестораны и в душе не ебать, что он там ест. Человек, которому вот так же, человек может не знать о политике и голосовать. Человек может ровно так же потреблять контент. Там будут смотреть фильмы, слушать музыку и сериалы. И вот с музыкой лучший пример, ведь, по сути, так вот именно работает Моргенштерн. Видите, не зря на превьюшку подоразил. Дело в том, что он как раз-таки работает на супер широкую аудиторию. Это ни в коем случае не осуждение, потому что в этом нет ничего плохого. Это что называется выбор ЦА, то есть целевой аудитории. И опять же, в этом нет ничего предусудительного. По сути, каждый контент-мейкер свою аудиторию выбирает. И у него как раз-таки выбрано самое многочисленное. И вот сейчас будет то, что, возможно, вот шокирует зрителей моего канала, да? Есть люди, которые не очень-то любят музыку. Представьте себе. То есть не то, что ненавидят, как она звучит, а в смысле, ну им похуй. Ну, то есть они что-то слушают иногда, ну когда-то. Вот. Или там вот, что играет, то и звучит. Но именно так, чтобы разбираться, там, знать какие-то названия групп, смотреть про это 40-минутные ролики, про то, кто там когда, в каком году какой альбом выпустил, и чем они вообще отличаются этими обложечками. Ну согласитесь, это мы с вами каким-то долбоебизмом занимаемся, а они вот жизнь живут, у них там работа, да? И как раз-таки, если у человека есть цель потусить в субботу вечером, и ему для этого музыка, то мой плейлист для этого подойдет довольно плохо. А вот как раз-таки Моргенштерн для этого подойдет супер. И в этом смысле целеполагание работает вообще стопроцентно классно. И более того, то же самое и в его во всяких медийных действиях происходит. Там в какой-то момент, вот по-моему, то же самое, что Путин бросил ручку, то же самое Моргенштерн там плюнул в камеру в своих сторках, сфоткался голым на унитазе. И все такое. Ну реально, на меня, да и мне кажется, на довольно большое количество людей, как раз-таки вот, которые, ну допустим, вот вы, да, на меня подписаны, это не производит впечатления. Ну сфоткался и сфоткался, ну что, я на унитазе не видел людей, да? Я сам, у меня наверняка есть какая-нибудь фотка, где я на унитазе. Кого это вот удивляет? То же самое, харчок в камеру, ну что, мне оскорбиться от этого надо или это? Ну какая вообще нужна реакция? Я даже не понимаю. А фишка в том, что порадовать САА и спровоцировать САА, это как бы соседние кнопочки, да? Это опции, которые стоят рядом. И как раз-таки это и сам Моргенштерн говорил, что негативные эмоции, они гораздо лучше, чем позитивные запоминаются. Но это в принципе, кстати, так во всем. Поэтому у нас там супер успешные классики кино, гораздо больше драм, чем комедии, потому что это производит совершенно иного рода впечатление. И я убежден, что сам Моргенштерн не воспринимает это, как что-то из ряда вон выходящее, что-то скандальное, но он просто знает, что на это среагирует. И он поэтому делает штуки, на которые будут реагировать. Собственно, ровно так же и Шевцов, например. Я просто, у меня произвел впечатление его последний видос про то, что мужчина не должен, да? Там он повествует про то, что женщины начнут платить за себя везде, что там будет раздельный бюджет. И, собственно, как сам ролик сделан, он читает видосы под роликом француженки, который говорит на русском, под которым собралась, конечно, там самая всякая черн, которая как раз говорит, что там не служил, не заработал, не содержишь, не мужик. Если мне кто-то шубу не купит, то это не жизнь и так далее. То есть вот именно совсем прям такой мрачняк. А сам Шевцов опрашивает женщин в Праге, собственно, обычных европеек, которые, естественно, ему на это отвечают что-то в духе, на вопрос там, кто должен платить в ресторане, они отвечают, ну да, пополам, ну и там семейный бюджет пополам. Если я работаю и зарабатываю больше, значит, я больше семью приношу. Он, значит, он. То есть то, что и так как бы нормально уже, да? И дело в том, что вот такой месседж я бы вообще не сформулировал. То есть даже именно таким образом вопрос я бы не поставил. Потому что, беря конкретный пример, который здесь обсуждает Шевцов, да блять, жизнь содержанки, это же пиздец убогая. Притом и с той, и с другой стороны. И женщина, которая как бы с момента, как вступила в брак, она вот ушла из-под покровительства родителей, она теперь всегда зависит от своего мужика по любым каким-то вопросам. То есть условно с его работой что-то происходит, им двоим пиздец. У нее тем самым, ну мы живем в мире, где все за деньги, да? У нее тем самым как бы отнимается собственная воля. Абьюз работает по большей части из-за материальной привязанности. Ну, в серьезной доле, по крайней мере. Все вот это вот, оно, то есть это как бы самозакаболение, понимаете? Ты сам на себя надеваешь эти оковы дебилизма, притом совершенно не ради чего. И то же самое с мужской стороны, потому что ты являешься организатором всего этого. Ты живого человека сажаешь вот себе на попечительство, как будто он там какой-то ребенок или немощный, или типа того. И в итоге от отсутствия свободы воли, мне кажется, женщина превращается в домохозяйку в худшем смысле, а мужик превращается вот в такое подобие Гены Букина, которые, и они вот оба несчастны, именно из-за этого какого-то иррационального жизненного уклада. И здесь совершенно дело не в том, что женщины хотят, чтобы за них платили, им же за этого хуже, да и нам же, да и всем же, блядь. А Шевцов подает это именно в контексте женщины. Вы будете платить. И он это делает для кого? Совершенно не для, я думаю, даже своих подписчиц. То есть я думаю, вот подписчицы даже Шевцова, у них не было мыслей, типа вот мужик будет за меня платить, потому что они уже как бы более современные люди, да, они уже об этом задумывались, и в смысле вот видя эту общественную колею, они уже на нее не пойдут, потому что это бред какой-то. Это как раз таки сделано на людей в той самой колее. Вот тех же, кто, допустим, Ютубом не особо интересуется и не знает, кто такое айтипедия, допустим, и так далее, но он у них выпадет в ленте, или им там друзья его скинут, или как-то еще, они увидят эту позицию, и это пошахнет их принципы в голове. И я думаю, здесь нет надежды на то, что это особенно изменит чье-то отношение. Это вызовет именно полыхание, и то есть сам Шевцов делает это специально, то есть специально к вот этим самым нормисам, к незнающим людям, которые и его аудитории-то, очевидно, не являлись и являться не будут, он специально делает упор на них, на их реакцию, потому что она в итоге поможет завируситься ролику, ну и это не первая постепенная причина, я думаю, первостепенная причина, потому что ему это весело. По сути, вся карьера Шевцова была построена именно вот на том, чтобы спровоцировать кого-то, кто-то провоцировался, а он после этого веселился. И честно говоря, многие успешные блогеры делают так же, притом именно самые успешные, и это откровенно талант, которому я даже отчасти завидую. Ну вот реально, потому что мне вообще не кажется это классным. Я наоборот, когда вижу, что на мои видосы приходят какие-то люди, именно которые совсем не осведомлены, вот это ютуберу можно это заметить, что когда ваш ролик начинает рекомендоваться каким-то вот не тем людям, то есть, знаете, там же все подцеплено под хэштеги, и условно на мой ролик вы однажды набрели, потому что одна часть моих тегов совпала с какой-то определенной частью тегов, которые вы до этого смотрели на ютубе. Ну вот, и собственно бывает, вот таким вот подбором подбираются совсем не те люди, по комментам которых видно, что это вот вообще не моя публика, что эти люди очень далеко именно от того, чтобы не то, чтобы понять, что я говорю в видосе, а именно понять, с какой точки зрения я вообще размышляю, я вообще о чем. Но что одному, что второму стоит отдать должное. Надо сказать, что к Шевцову я вообще хорошо отношусь к Моргенштерну без всякого негатива и даже с известной благодарностью. Но в чем дело? В том, что мы отчасти занимаемся одним и тем же. Мы своим примером показываем как раз-таки иную возможность. То есть, очень многие после Моргенштерна задумались о том, что можно своим репом, записанным там на микрофон палку, заработать. И думаю, многие смогли. И мы еще увидим тех, кто благодаря Моргенштерну начал заниматься музыкой и на этом поднялся. Даже не в плане сольного артиста, в плане битмаря и так далее. Моргенштерн делает рабочие места. Шевцов то же самое, только с геймингом. И вот я вам, как человек, который закончил журфак и видел кучу разных студентов-журналистов, я не видел ни одного из них, кто после окончания вуза будет заниматься гейм-журналистикой, писать про игры. А вот после ролика Шевцова, роликов, уверен, дофига таких будет. То есть, да, и сам Шевцов не называет это журналистикой и вообще, но ведь по сути это то же самое. То есть, формат обзора на какое-то новое произведение это абсолютно журналистическая работа. То есть, то же самое, что рецензия на новую пьесу. Взять, просто назвать обзоры Шевцова рецензиями, это будет журналистика. Да, субъективная, но опять же, мне кажется, это часть эволюции. У меня вообще все чаще поднимается рука записать ролик, который будет называться «Почему я не стал журналистом?», где как раз-таки расскажу, где я вижу вот эти вот самые пересечения блогерского и журналистского, и что одно в последнее время все чаще лучше справляется с функциями другого. Но да, конкретно после Шевцова гораздо большее количество людей захочет качественно обозревать игры, например. Ну и, собственно, я, по сути, только этим и занимаюсь, что вдохновляю постоянно на всякие творческие штуки. И в этом, по-моему, созидание, потому что вот возможно, мы очень во многом неправы, и там ошибки в моих роликах можно каждый раз десятками считать. Шевцова тоже постоянно обвиняют в различных неточностях именно излишней субъективности, там вот какой-то подмене фактов, всему такому, там про то, в чем обвиняют Моргенштерна, можно вообще вечно говорить. Но как раз-таки дело в том, что мне кажется, этот вот дублер, он появляется, этот вот иной путь, его становится видно. И как минимум, поэтому мы хорошие люди и не сгорим в аду. Я все это время просто пытался оправдать блогерскую профессию. А вы, чтобы не сгореть в аду, подписывайтесь на мой охуительный инстаграм. А также, если вам нравятся подобные видосы, то помимо лайка и коммента, вы можете очень помочь мне как креатору, подписавшись на мой патреон за 5 баксов в месяц. Но я-то не буду просто так сидеть. Я вам буду охеренную музыку рекомендовать, а также книжки и фильмы в своем закрытом паблике ВКонтакте. Все это по ссылочкам в описании. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. Вот у меня тут... Прямо под меня взял сел код. А! Че? Испугалась? Спасибо. 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 Спасибо.